русские в россии будут не нужны что может что можно поделить если отобрать у богатых окажется что если даже все поделить по большому счету это будет немного учитывая количество бедных и ненадолго москвича спросишь ты за мигрантов или против он скажет я не хочу миграции то есть в этой системе в принципе это невозможно потому что вас по-любому уничтожит если президент сказал что надо возвращать суверенитет экономический финансовый это по сути дела обозначает вывод что мы его когда-то потеряли хороший бордюр ударом кулака ломает среднеэстетическая бабушка здравствуйте дорогие друзья мы снова на канале перехвата управления и у нас гостях владимир николаевич баглаев директор череповецкого литейно-механического завода здравствуйте владимир николаевич как победить бедность и неравенство проблема для москвы и опыт социальных движений о чем там была речь какому результату пришли разговор шел о том что несмотря на те или иные информационные вбросы о том что мы живем все лучше и лучше тем не менее в москве очень много бедных людей и с этим надо что-то делать надо поддержать ну а скажу честно какой-то мере мне показался данный стол немножко таким заточенным на то что давайте просто всем дружно чего-то увеличим первая реакция конечно да конечно если люди живут бедно надо добавить им денег пускай живут хорошо а причем были разговоры том числе о том что статистика которая показывает о том что у нас на самом деле в стране в целом евро и в москве в частности падает уровень бедности нищеты показывает что у нас вроде бы как снижается уровень бедности и нищеты и специалисты статистики рассказывали почему в общем-то это не совсем так и специалисты которые ученые показывали что по большому счету ну это достаточно такая субъективная необъективная информация о том что и как считается бедностью нищетой причинно-следственной связи и любом случае надо выискивать если мы хотим чтобы уровень жизни то ли в москве то ли в россии становился выше я должен обозначить а тот источник который позволит это сделать таким образом повышение этого уровня жизни принципе в обществе капиталистическом вы какие угодно законы принимайте но в данной ситуации само по себе общество не позволит повышать уровень жизни населения почему а что а что помешает общество капиталистов и власть от капиталистов вы думаете течение интересы будут защищать принимаете законы россия обладает почти не менее чем 20 процентов всех мировых запасов богатых природных всех остальных потому что у нас на территории живет менее 2 процентов населения земного шара то есть при желании если бы это наша была суверенная природная рента мы теоретически могли бы повышать уровень жизни населения у себя в стране но не получается почему дело в том что условия на которых мы вступили в это в принципе запрещают у нас в любые варианты возможности развития собственного производства передельного а если вы свое производство не развиваете наличие или отсутствие на вашей территории любого дорогого стоящего сырья никакого смысла не имеет потому что или вы его продадите за рубеж на тех условиях которые вам поставят или вы не продадите и будете просто глядеть на эту руду если у вас нет своей промышленности вы не можете переработать это в то что имеет какую-то более-менее реальную ценность чтобы поднять уровень жизни населения это показывает уровень суверенитета нашей страны которая на сегодняшний момент обозначает что эти деньги мы так или иначе отдали не потому что мы хотели отдать если мы это сделали значит у нас не было возможности суверенитета сохранить эти деньги у себя ну давайте не будем себя обманывать у нас ввп последние там но лет 15 он топчется примерно одном месте собственно говоря а те или иные виды производства обрабатывающие за ним и не обрабатывающие потому что пищевого все остальное составляет порядка 7-8 процентов поэтому для того чтобы распределить в пользу бедных слоев москвичей большее количество доходной части надо у кого-то эту доходную часть подрезать догадайтесь трех раз у кого мы это можем сделать у нас в стране меня плохо то что у нас стране к сожалению есть проблемы с производством высоко добавленной стоимости дело в том что производство высоко добавленной стоимости и высокотехнологичное производство требует высоко образованных высококвалифицированных кадров инженеров и рабочих если у нас в россии при превалирует экономика с низкой добавленной стоимостью низкотехнологично а это почти по во всех отношениях так то нам не требуется высококвалифицированный высокопроизводительный труд. Воспроизводство рабочей силы россиянина в целом стоит дороже, чем воспроизводство рабочей силы мигранта. Мигрантов в Москве будет еще больше. Единственная возможность сохранить русских в России, добиться того, чтобы в России начали появляться производства с высокой добавленной стоимостью и высоких технологий. То есть, если мы привлекаем на свою территорию мигрантов низкоквалифицированных, мы волей-неволей привлекаем массу населения гораздо больше расположенных к криминальным поступкам, чем, скажем так, высокообразованные и высокосредственные кадры. Кредитно-денежная политика, которая принята сейчас, является совершенно антисуверенной. Президент в принципе обозначал моменты, что нам пора возвращать суверенитет технологический, политический и экономический. Мне кажется, люди устали от лозунгов, призывающих к всему хорошему, против всего плохого без... Решения. Не только решения, а разработки программ, которые прописывают конкретные мероприятия, механизмы достижения тех целей, которые мы обозначаем. Единственное, что защищает русских от наплыва дешевой рабочей силы миграционной, это заводы. И там, где заводы есть, там, честно говоря, все-таки русского населения побольше. Там, где у нас в основном торговля и рынки, там поменьше. Я вам скажу, если, допустим, яхта стоит 600 миллионов долларов, такие яхты у наших олигархов есть, то это примерно 30 хороших заводов среднего размера с обрабатывающими станками и центрами. Похоже, что мы попали в список тех стран, которые под нож снижения производства пойдут в первую очередь. Заниматься суверенной политикой промышленной без суверенитета финансово-клинического невозможно. Значит, цифровой рубль не имеет шансов стать суверенной валютой. То есть, это в принципе закрепляет наш статус колонии. Финансный кредит это главное оружие, порабощение народов, царей и людей в мире. Поэтому вопрос не в том, нужны деньги или нет. Вопрос о том, кто имеет право держать в руках этот инструмент и это оружие.